всем привет друзья подписчики кто просто просматривает мой канал всем привет друзья что друзья данное видео сегодня будет как проходит личный турнир поговорим немножко о фениксе поговорим в основном о все многие писали мне но очень мало народу что мне не выгодно играть сам не выгодно играть по схеме потому что я не успею взять феникса очень частый вопрос задают я лучше сразу успею и подарки все заберу давайте посмотрим что у меня на данный момент сейчас происходит в турнире я наверное уже буду прекращать такую активность как с первого раза вернее самого начала турнира по схеме ну в итоге я взял плюс 10 взял один реликт здесь один здесь и еще один вот тут в итоге мне остался конечно мне сам главный нужен декорчик но неизвестно если он выпадет он самый считает самый ценный так что может быть придется немножко повозиться с ним ну и этот так по поводу турнира давайте посмотрим у меня 134 уровень и заметьте это я без вклада рубин по поводу турнира здесь все стараются вот чем в чем минус в самом личном турнире что все стараются урвать этого феникса все раньше у нас возможность было и взять и первые призы но суть не в этом можно спокойненько играть по схеме и попадать в сетку чтобы хотя бы взять два приза давайте посмотрим что у нас на 25 месте вот смотрите 51 уровень если как я не рвусь за первые места за 5 я могу в принципе уже остановиться но мне честно говоря уже вот этот код не нужен куст вернее здесь конечно можно еще повозиться но многие скорее всего будут еще продолжать играть и хотя я не знаю я подумаю еще но самое главное это я взял феникса друзья ну мне как я уже говорил предыдущих видеороликах феникс не нужен но если разбивать там может быть в бастионе он не может быть понадобится выпускать его и единственные его выпускать и все и пусть он там уничтожает все а так по сути он мне не нужен феникс специально разработчики запустили чтобы многие донаты может быть простые игроки сражались постоянно был какой-то актив в самой игре ну и для того чтобы многие тратили рубины это с этим связано только из-за рубин все стараются его урвать так ну смотрите у нас получается если я играл по схеме у меня остается еще ровно 10 дней чтобы я успел получить подарки так что по идее получается что схема работает вы можете успеть кто сражается за рубины ему вообще выгодно он потратит меньше рубин если будет играть по схеме но феникс не особо мне нужен я конечно его тестировать буду но у меня есть видео где показываю как феникс там работает но игру мне феникс не нужен я его хотел для обзора но это единственный последний раз что я буду сражаться за фениксом подарки может быть буду брать до второго места ну и в принципе все за турнир что главное что можно здесь спокойненько прокачивать заборчик я уже прокачала такой кусочек и может быть завершу его вот отсюда ну давайте посмотрим как же все таки я прохожу уровне очень удобно но конечно у всех разные города и уровне замков конечно у вас может быть других другие воины но мне в принципе сейчас я так понял что рыцари подходят для личного турнира я обязательно сделаю тест восьмого и двенадцатого замка после личного турнира давайте посмотрим какие города все таки мне попадаются давайте я скину боевой дух сначала запускаем здесь все по стандарту в угол запускаете героев и скидывайте боевой дух один герой феникс мне дает минус один боевой дух а так было бы 16 минус 16 так еще нужно скинуть щиток я постепенно скидываю и проверяя на арене есть и кто-нибудь но я заметил что днем вообще нету городов попадается города более-менее но очень мало героев я вообще в личном турнире не выпускаю если на кого-нибудь хочу напасть герои в основном нужны только для скидывания боевого духа постепенно скидываешь и все ну если конечно бывает что город более-менее прокаченный тогда да можно запустить героев но это очень редко происходит боевой дух я скидываю в основном только бота если скидывал как раньше обыкновенным игрокам они приходили возвращали вам обратно его сейчас уже такого не происходит спокойненько запускаете на ботов так отлично в основном мне города попадается на 2300 бывает на 2800 по-разному если как ночью играет там попадается и на на 300 с чем-то так ну что у нас тут ну я смотрю что в основном боты днем боты и в основном такие игроки мне писал один человек говорит ну давай я попробую напасть на такого а что за выгода мне нападать на такие города но я его не пробью этот город и потеряю там определенное количество времени в личном турнире друзья нужно искать те города которые вы уверены будете чтобы вы пробьете его на сто процентов я например не уверен что я смогу пробить вот такой город этот город более-менее прокаченный здесь нужно другая армия да и невыгодно в личном турнире самое главное это скорость как вы прокачиваете вот у меня сейчас осталось ровно 10 дней я спокойненько не спеша буду улучшать уровни тем более как я и говорил что я не буду сражаться за за первые и пятые места кому-то если нужно у кого мало очень декора то да может сражаться пытаться но если я же говорю что сейчас за этим фениксом не знаю бегут как сумасшедшие феникс 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 да феникс в принципе ни о чем даже если у вас мало героев феникс все равно ни о чем если б раньше вы как давали нам на постоянное тогда да выгодно а так вы получается что будете сражаться каждый раз в личном турнире и толку с этого мало даже если нету героев если бы у меня даже было мало героев я бы не сражался каждый личный турнир за фениксом если сами заметили я очень редко его получаю но если он мне сильно нужен хотя не нужен вообще я могу сражаться тем более что его еще нужно будет прокачивать чтобы прокачать все у него эти способности нужно прокачать его до 200 до 200 до 200 уровня 230 какой там у нас это жесть чтобы прокачать способности вам обязательно нужно открывать подарки в подарках выпадает его там все заклинания так что друзья это очень проблематично у кого нету денег например кто не вкладывает в игру это будет проблем вот феникс только ради этого вот скидывать боевой дух а если атаковать на него ну конечно там он может быть понадобится на битву братств то да он подойдет вот так я не знаю отомстить сейчас друзья никто вообще не мстит о вернее да в основном никто сейчас не мстит видите у меня сражений нету я их всех удаляю они мне здесь не нужны мне не выгодно нападать раньше как бывало такое что он украл у меня 3 миллиона я потом нападал на него и возвращал свое золото а сейчас что я зайду к нему у него будет 500 тысяч и что мне делать с ним можно только боевой дух ему скинуть но как видите что видите днем вообще игроков нету более-менее такие города играл я ночью очень много все сейчас активно играют не вижу вообще ничего у многих сейчас пирамида вот такие боты давайте мы еще скинем боевой дух может кто-нибудь нам попадется сейчас честно говоря друзья эти все реликты уже не знаю они тоже мне не особо нравится раньше играли слонами а сейчас нападают рыцарями какое-то время пройдет потом может быть гоблины будут все пробивать хотя я не уверен но принцип уже ясен мы постепенно постепенно все прокачиваем потом разработчики раз нам и все меняют так ну что надо кого-то уже найти напасть не знаю можно такого попробовать нет давайте пропустим его но я вообще я вообще стараюсь друзья почему находить мелкие города чтобы сэкономить героев вот видите рано или поздно вам все равно какое-то попадется главное постепенно скидывайте пропустили например там пять раз потом еще скинули беды потом еще 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 и до тех пор пока вы кого-нибудь не найдете этих героев я говорю что я их только сейчас держу чтобы скинуть боевой дух ну ладно ля-ля давайте попробуем как же все таки они работают но вот эти воины мне не особо сейчас нужны для показательного я сейчас быстренько выпущу самых первых давай для вас я не знаю какую армию сейчас выгоднее нанимать но личное мнение чтобы вы прокачивали рыцарей и не спеша не спеша вот так будете проходить все карты практически ну конечно есть боты прокаченные и города есть прокаченные реликтовые которые все за рубины были приобретены ну если вы будете находить вот таких городов как я для личного турнира вот такие города подходят очень хорошо не говорю я вообще сейчас видите я и не буду сейчас героем даже дорабатывать потому что я уверен на сто процентов что я его пройду так ну конечно бывает что какой-то город попался именно такой более-менее прокаченный даже вот бывает вот такие города у него там больше реликтов артефактов и сложно проходить ну видите рыцари спокойненько проходят такие города нам для личного для личного турнира нужна скорость для прокачки как я уже говорил видите 30 боевого духа сразу хапнул по поводу если собирать ресурсы ну не знаю с хлебом уже проблем нету золото я говорю что я его сейчас улучшаю заборчик бац все и каждые 17 минут можно спокойненько так атаковать конечно друзья если у вас так надо будет бастиончик сходить потому что у всех сейчас разные города друзья это понятно но я же говорю что суть не в этом это видео было именно для того вот для чего я решил записывать чтобы вы не переживали что вы успеете не успеете взять феникса даже и бог с ним ради феникса можете сраждаться по схеме потому что говорю у вас остается ровно 10 дней вы и в сетку хорошую попадаете и феникса берете ну и конечно вот тут единственная проблема в подарках не знаю успели я лично за 10 дней еще вытащить но в основном я уже взял все у меня три есть мне самое главное взять вот этот так это у нас что плюс исходящему урону исцеления ну вот этот тоже нужен конечно они все нужны плюс здоровье воинов порядка ну что друзья это был такой коротенький обзорчик просто ля 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 я кому понравилось ставьте лайки пишите какие проблемы у вас сейчас у меня на данный момент пока проблем сейчас нет но я уже прекратил такую активность задачу свою выполнил феникса я взял надо будет конечно его прокачивать но я говорю что мне феникс не нужен ну что друзья кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь всем пока а а а Субтитры создавал DimaTorzok